Всем здравствуйте, с вами Элрик, и сегодня я хочу вам показать, как использовать вот такую вот новую утилитку PokeVision Finder. Вкратце, это скриптовая карта, которая может искать, точнее сканировать локации по координатам и находить конкретных вам покемонов. Также в новой версии, совсем вот она обновилась буквально несколько минут назад, добавили поддержку PokeSniper 2, то есть в момент, когда программа PokeVision находит определенного покемона, который вам надо, то есть она как бы его еще и ловит. Расскажу, наверное, сначала про PokeSniper, как его скачать, как его настроить, потому что без него как бы не будет работать. Итак, ссылочки все будут в описании под видео, поэтому давайте переходим на PokeSniper. Последняя версия на данный момент 1.7, скачиваем ее, у меня она уже есть, то есть разархивируем ее, заходим в папочку и что мы видим? Есть вот такой батник, он нам не нужен, только если вы не хотите воспользоваться таким сайтом, PokeSniper.com, это сайт, как бы разработчика этой утилитки, то есть вы запускаете и он как бы ловит всех покемончиков из этого списка. Так, основные настройки как бы хранятся в файле User.xml, я редактирую с помощью Notepad. Итак, что мы здесь видим? Типа аутентификации. Я использую Google Аккаунт, соответственно, здесь написано Google, если вы используете учетную запись тренер-клаба, вы здесь пишите PTC. Соответственно, здесь вы пишите свой email от Google, пароль от Google, здесь вы пишите пароль от тренер-клаба и логин от тренер-клаба. Дефолтные, в общем, широта и долгота. Так, LCD, это высота над уровнем моря в любом боте, в любой утилите, если вас просят, всегда пишите 10, вы не ошибетесь. Итак, широта и долгота. Допустим, сейчас ваш бот, которым вы фармите экспу, стоит в Санта-Монике. А покемон, которого вы нашли, возможно, через Дискор, через Покевижон, находится в центральном парке Нью-Йорка. Соответственно, вот сюда вы пишите координаты того места, где вы сейчас фармите, то есть от дефолтной точки в Санта-Монике. Это я говорю к примеру. То есть не дальше, там 50 километров, иначе вы схватите софтбан. Расскажу, как это, в принципе, работает, потому что есть такая фишка в самих покемонах, но ни разу у меня не получалось, что ее сделать. Не знаю почему. То есть, как вы все знаете, что если, допустим, вы телепортируетесь в самой игре, то есть либо там с эмулятора, из Санта-Моники в Нью-Йорк, и начнете ловить покемона, вы схватите софтбан, и при первом броске покебола покемон сбежит. Но, чтобы это обойти, есть такая как бы фишечка, что вы телепортируетесь на место, где находится покемон, и после его появления на него нажимаете, но не кидаете покебол, и в своем там фейк-GPS или чем-нибудь еще обратно телепортируетесь на то самое место, с которого вы ушли. Соответственно, вы кидаете покебол, и софтбан вы не схватываете. И эта программа действует к тому же принципу, но в виде скриптов. Итак, следующая строчка, минимальная ЦП и ИВ. Это нужно, если вы используете вот этот батник для автоснайпера. Он как бы сортирует остальное, в принципе, вам больше вообще ничего не надо, и можете не трогать. Схраняйте файл, закрывайте, больше снайпер нам пока не нужен. Приходим к PokeVision. Для его работы нам нужен Python 2.7. Не спрашивайте, почему, и не пытайтесь скачать другую версию. Скачайте 2.7. Просто пишите Python.2.7, заходите в Download Python 2.7.12. Скачивайте, устанавливайте, все по дефолту, ничего там не нажимаете, и ничего не нужно. Почему 2.7? Потому что он стабильно работает. На нем не будет у вас никаких ошибок, и, в общем-то, никаких проблем тоже не будет. После установки переходим в теме на GitHub. Здесь вот написано то, что обновлялось, все его новое. Нажимаем Download Zip. Скачиваем. Переходим в папочку. Можете архивировать куда угодно. Я использую эту же папку. Вот она у нас появилась. Заходим. Что мы здесь видим? Мы здесь видим pokeyvisionfinder.pu Заходим, редактируем. Опять же, я использую Notepad. Итак, здесь ничего трогать не надо, кроме вот этой строчки. Точнее, не вот этих нескольких строчек. С помощью ник мы прикрепим ваш PockySniper. Итак, в 28-й мы пишем true. То есть мы хотим использовать. Здесь мы используем путь вместе с самим PockySniper, с самим экзешником. То есть диск, папка, там еще какая-нибудь папка и экзешник. Соответственно, в моем случае это будет... Вот здесь у меня хранится PockySniper. Ctrl-C мы это скопировали. PockySniper он так и останется. Поэтому я заменяю только диск и папку. Все. И обратите внимание, чтобы все было в кавычках. Соответственно, вот в этой 30-й строчке нам нужен только путь до папки. Корни, где лежит PockySniper. Вставляем. Сохраняем. Все. Польше здесь нам ничего с вами не надо. Далее, что мы делаем? Возвращаемся в папочку с PockyVision. Зажимаем Shift и правую кнопку мыши. Открываем окно команд. Вы можете здесь прямо написать PockyVisionFinder.py, но можно вот так перетащить. Далее. Вы можете написать одно имя, можете несколько, неважно. Любого покемона, которого вы хотите поймать. К сожалению, сортировки по ЦП, по Иву нет. Не забудьте, чтобы у вас были конфеты уже, все, ягоды и покеболы. Иначе, как бы, вы будете в пролете. Так. Нам нужен Dragonite. Пишите прямо через запятую, ни о чем не парьте. Вайчерезард. Лапрос. Я напишу побольше, чтобы вы сразу могли увидеть. Процесс. Снорлакс. Кого еще написать. Ну и пусть будет. Аэротактик. Так. Обращу ваше внимание на то, что здесь есть некоторые параметры. То есть, этот параметр по умолчанию. Соответственно, второй. Будет ли повторяться, как бы, сканирование или нет. То есть, я хочу, поэтому нажимаю единичку. Соответственно, радиус поиска. То есть, здесь есть стандартные координаты, которые уже вбиты в настройки. Разработчик их постоянно добавляет. И, в общем, как бы, от той координаты, на каком радиусе, он будет сканировать. Единичка равно 1380, ну, почти 14 километров. Соответственно, я обычно ставлю 12 и 18 больше не пробовал. То есть, в принципе, сами посмотрите. Вот. 249 километров этого вполне, как бы, хватит. Поэтому, пишите здесь 18 пробелечек. И создавать ли файл с логами. То есть, какие-то там покемоны словлены. Я ставлю единицу, потому что так быстрее понять, какого, в общем, покемона, когда он там словил. После этого вы можете поставить настройки, какие вам удобны. Я рассказал, что за что отвечает. Всё. Нажимаем Enter. Вот. Пошло сканирование, как вы видите. Вот, он нашёл Снорлокса, заработал наш Покеснайпер. То есть, сейчас он его... Вот, мы поймали Снорлокса. И дальше он, как бы, продолжит сейчас сканирование. В принципе, ничего трудного нет. Всё очень обычно, легко. Главное, включить мозги. Поэтому, если у вас будут какие-то вопросы, пишите в комментарии, пишите на форуме. Я вам помогу. В общем, всем удачи и пока.